всех приветствую кто смотрит мой канал сегодня моё видео я хочу посудить своим авторским украшением которые я создала за последние четыре месяца в своих работах я использую натуральные камни бусины разного типа декоративную фурнитуру и показ хочу начать вот с такой подвески со своей последней работой которую я закончила на днях это такая подвеска она вышита бисером в форме листика крепится на веревочке из бисера такими тремя цепочками тут у меня агатики идут на кольцах и в середине зеленый коралл здесь тоже маленькие агатики висят вот так она выглядит ну когда она на шее вот эти агатики спадают вниз и вот держится вот здесь поблизости кулона и тут она у меня крепится на вот такой цепочке сзади и тут застежки так что этот кулончик можно снять с этой цепочки два замочка карабинчика с двух сторон использовала бисер в зеленых тонах и черный и тут еще у меня включение немножко другого такого голубоватого бисера вышла вот такая подвеска она немножко большая крупная для любителей крупных украшений второе украшение которое я вот выбрала вам показать это вот такое колье с камнями агатом в форме таблеток декоративная фурнитура подсеребряный цвет и бусы рондоли к нему я сделала сережки такие сережки имеются и браслетик тут агаты разные так как невозможно найти два одинаковых камня для сережек я использовала агаты приблизительно с одинаковым рисунком остальные камни отличаются следующее украшение вот такая вот в матничистском стиле это колье тут я использовала бисер вот такие бусики и тут у меня цепочка которую я собрала из бисера и из шнура полотно-зеленого цвета вся гамма полотна зеленая цена не кричащая вот такие висюльки монетки очень напоминает украшения старинные в этническом стиле которые были найдены на раскопках ну это конечно же не копия просто это в стиле вот таких старинных украшений еще одна подвеска в стиле похо ручной вышивки из бисера камень опал разная декоративная фурнитура и вот тут такое дерево это шнурочек вот так она выглядит очень красиво подходит к синим нарядам еще вот такое украшение я его храню в таком контейнере потому что оно очень нежное это голубые бусины в декоративной фурнитуре это колье и сережки комплект сейчас я покажу раскрою разложу их я даже дала имя этому комплекту и назвала его небесная роса вообще я свое украшение называю именами вот это небесная роса у нас такие сережки очень нежный комплектик бусины меня покорили своим голубым цветом вот я подумала и решила сделать из этого такую красоту очень она нежно смотрится на шее сочетается с голубым белым черным нарядом я использовала вот такие декоративные спейсер вставила чем я думаю это украшение обогатилось покажу следующее аккуратненько спрячем комплектик белая ночь так я назвала вот эту колье с сережками подвески сережки с подвесками тут я использовала пузы рондули это серый акад серый как ну то есть он не очень серый а такой дымчатый туманный как будто бы туманное утро особенно хорошо это видно на черном на черном фоне вот я могу показать лучше положить на черное что-нибудь вот такое выберем черная бумага у меня тут под рукой вот я его этот комплектик положу на черную бумагу и вот он будет лучше смотреться здесь будет видна вся его прелесть вот такой комплектик может быть камера не передает всю красоту этого камня ну вот не знаю как вам будет видно если я так вот приближу наверное из-за света немножко нехорошо видно ну этот камень не не очень белый не совсем так вот он отдает дымкой очень красивый камень очень красивый парокат такая декоративная фурнитура очень нежно смотрится вот это калей тоже лучше демонстрировать на черном фоне потому что тут агатики вот такие камни агата цилиндрической формы вот такой золотистой декоративной фурнитурой под старое античное золото да калей длинное агата не помещается ну вот хочу показать вот это бусины разного типа и вот тут уже идут сами агаты у каждого камня неповторимый рисунок очень нежное украшение вот из такого желтого агата в форме риса и вот такие декоративные бабочки подвески тут тоже камушек так оно смотрится и к этому кали у меня есть такие сережки я их сделала с этими бабочками такой комплект кали под названием соло я использовала здесь фурнитуру под медь и вот тут такие красные натуральные камни с паусинами медного цвета они вместе вот у меня собраны в такую кисточку гроздь гроздь точнее и вот тут такой круглый элемент с бисером и с этими же натуральными камнями вот так он выглядит тут паусины агатики и вот тоже тут большие агатики тоже в медной фурнитуре на такой цепочки немножко асимметричные калии так я его задумала чтоб вот этот элемент с кисточкой были в одной стороне вот эти агатики в другой к сожалению в кадр все хорошо не вмещается но в конце видео я вставлю фотографии всех моих украшений украшений которые я вам показываю очень нежный комплект толье с сережками из керамических бусин и вот такого синего натурального камня и тут жемчуг но он синтетический это не настоящий жемчуг но он очень как-то подошел к этому комплекту вот к этим бусинам я сочетала цвет вот под эти бусины я взяла те цвета приблизительно которые тут вот в этих керамических бусинках белый с синим и я не хотела сделать что-нибудь другого цвета как-нибудь другие включения и вот решила этот комплект собрать в такой белом синеватой камне не назвала я его ретро потому что он как-то мне напоминает украшение прошлых лет покажу еще следующее украшение украшение и следующее у меня идет вот такой акуль с агатами цилиндрической формы и маленькими агатами и сердоликами вот эти бусины потемнее это сердолик остальное все агаты и тут декоративные стеклянные бусины с фурнитурой декоративной с разными спейсерами разделителями вот выглядит так и у меня сережки есть сережки-грозги сердолик с агатом вот такая висячая штучка плохо видно к сожалению сверху снимаю и как-то не видно у меня нет манекена к сожалению чтобы продемонстрировать вот так выглядит это украшение и назвала я его осеннее солнце потому что все так солнечно в этом украшении такие камушки все солнечные как будто бы солнце у них играет вот тут тоже акатики я применила как-то я с этим камнем подружилась что ли все у меня с акатами ну он такой разнообразный что не столько видов акат существует что очень такой камень с многими подвидами с разными расцветками просто прелесть с ним работать и вот такие маленькие сережки и само коле по композиции такое массивное за счет вот этих цилиндрических больших камней ну сережки я сделала такие нежные потому что когда они вместе на человеке я не хотела чтобы акцент по уходил на сережки мне хотелось чтобы когда посмотришь на это украшение на человеке акцент по шел вот на эту часть вот сюда на эти большие акатики с этой подвеской и чтобы сережки не отвлекали я сделала вот их такими маленькими нежными и вот тут у меня шнурочек этот шнурок можно отстегнуть потому что с двух сторон он крепится на карабинчиках таких и можно заменить цепочкой кому скажем шнур не понравится можно и цепочкой заменить удлинить можно или укородить смотря какую цепочку выбрать ну я тут значит оставила специальное сделала чтобы человек который будет носить это украшение могло регулировать длину за счет вот этой задней части вот такое колье оно такое сложное что ли тут очень много элементов которые должны которые должны свисать вот когда оно висит на шее все это свисает выйдите потом на фото как это выглядит вот к сожалению я не могу так поместить это в кадр чтобы было видно как это висит вот когда разложено не очень хорошо этот эффект виден ну просто продемонстрирую материал которые я использовала тут это голубой писер крупного размера тут у меня коральчики такие формы куба это все пусин рондоль вот такие декоративные металлические элементы коралл красный и тут у меня ручная вышивка на подвеске так она держится центральной части на цепочке под серебром и есть у меня сережки к этому украшению вот такие тоже ручная вышивка это тоже под этнический мотив так смотрится очень хорошо смотрится этот комплект на черном цвете на платье или на блузку черную с такой блузкой без всяких вышивок украшений ну на простую черную блузку или платье достаточно ничего не нужно но только это колеи и сразу подчеркивается элегантность наряда так работа была очень кропотливая долгая потому что это все собирать по отдельности очень много времени идет на это но результат меня удовлетворил вот так смотрится они не тяжелые несмотря на то что тут много чего висит совсем не отяжеляют уши колье которое я назвала царица египта не знаю почему так назвала наверное форма колеи напомнила что-то египетское по своему характеру ну вот не знаю как-то пришло в голову это название опять в кадр не помещать вот так это у меня агатики рисовая форма декоративная фурнитура бусины разного типа и вот камень это не агат не помню что за камень вот так выглядит очень массивно будто бы но тоже время нежно и вот последняя моя работа за эти 4 месяца такое колье в этническом стиле которое я назвала талисман вождя это как-то мне напоминает индейские мотивы вот наверное потому я так назвала талисман тут у меня использованы красные натуральные камни чипсы и декоративная фурнитура с бусинами и деревом это деревянные бусинки я здесь сочетала с камнем и с этой фурнитурой вот такими бусинками бронзи и вышло у меня вот такое колье тоже не помещается в кадр к сожалению ну я как обещала ставлю картинки и все будет видно все эти украшения ждут свою хозяйку то есть они продаются по поводу всех вопросов связанных с украшениями и их ценами можете связаться со мной по почте указанной под видео благодарю вас за просмотр если было интересно ставьте лайки и подписывайтесь на канал на время прощаюсь с вами и желаю удачного дня и и и и и и у и и и Субтитры создавал DimaTorzok